Привет, я Даша! У меня книжное пополнение. Ты знаешь, ходят по организациям такие молодые люди и предлагают книги из шеркоформатного в основном. В общем, у меня пополнение. И начинается такое самое внушительное и самое дорогое среди моих таких покупок. Так оно выглядит. Это «Сокровище русских музеев. Иллюстрированная энциклопедия искусства». Моего любимого слива цвета. С обратной стороны, моя любимая сова. Обращаю внимание, что здесь серебряное такое тиснение страниц. И в том тиснении есть закладочка. Здесь собраны картины, выдающиеся картины, не постесняюсь сказать. Когда мне показали эту книгу, назвали «Ценник», я признаюсь честно, меня жаба моя стала активно душить. Я даже уговорила себе, да ну мне надо, да на один раз посмотреть все эти картины, да бла-бла-бла. Хотя я обожаю на самом деле, в частности, портреты. Ну, в общем, картины тоже люблю. Меня убедила одна картина, как это бы ни было странно, это не портрет. Хотя я только что сказала, что я все-таки приверженец именно портретной живописи. Это портрет Красной площади. Вот. Я вообще Москву не люблю. Москва, чей, пожалуйста, не обижайтесь. Ну, как не люблю. Ну, вот так вышло. Не испытываю ни особого расположения, но как ни странно. Вот эта картина, она меня просто потрясла до глубины души. И я была так потрясена, что вот именно эта картина убедила меня купить эту книгу. Хотя моя жаба пыталась меня убедить ее не брать. Здесь, помимо того, что показана иллюстрация картины, на следующей странице идет описание. То есть, я уже не буду, прости меня, тебе показывать, потому что книга невероятно тяжелая. Автор. Годы его жизни. Название картины. В каком году она была написана. На чем она была написана. Там холст, масло, бла-бла. Размеры. И вкратце история как художника, так и того, что происходит на картине. Ладно, так и покажу тебе, как это выглядит в текстовом режиме. То есть, вот оно все. И вот, собственно, вся... Ну, это не полноценный, конечно, художественный альбом. Но что-то такое схожее с этим. Я прям... Такая премь. Еще одна картина. «Сто великих городов мира». Из этой же серии я показывала тебе книгу как-то... Она называлась... Наверное, вот так лучше сделала, да? Она «Сто великих любовных историй» называлась, мне кажется. И здесь такое же оформление. То есть, вот так вот. И даже составитель тот же. Купеев. Мишка. И... И издательство тоже самое, в принципе. Ну, я ставлю ссылку на... Если ты еще не видела, на ту книгу. Ну, столь каких-либо их историй. Как и там. Здесь... Начинается с самых древних городов. В данном случае началось с Ерхона. И приводится вот здесь. Что здесь приводится? Что за город? Какой-то, собственно, год, век. И так далее. Идет короткое описание. С приведением про то, кто, собственно, нашел этот город. И так далее. Собственно, вот я немного дальше открыла. Пальмира. Город Соломона. С иллюстрациями совсем. Все страницы... А, перезабыла это слово. Ну, такие гладенькие, в общем. Надо уже расширять свой словарный запас. Вот уже мы дошли до более современных городов. Бостон, штат. Ой, столицы штата Массачурет. Ну, в общем, американский город. И пошло-поехало. Начинаю, в общем... Еще раз напомню. С самых древних городов. И заканчивая самым современными. То есть, вот такая книга. Замечательная. Делится на глубокой длинности. Северной и Южной Америки. Европы и Малой Азии. Африки, Азии и Австралии. Надеюсь, на нее как-нибудь сделать обзор. Как доберусь. Потом мне принесли 100 великих музеев мира. Она еще даже запечатана. Дело в том, что книгу... Мальчики эти приходили вчера. Книгу я видела. Там была такая потрепанная обложка. Что я не согласилась ее брать. Даже если бы они мне предложили 50% скидку, я бы все равно не согласилась. Слушай, они меня и с этой накололи. Супки надеть, я прошу прощения. Тоже она поцарапанная. Чтоб они долго жили, а. Музеи это мое все. Я их обожаю. Если это только не какие-нибудь современные музеи. Я люблю... Ну, древние именно исторические. Мне стало интересно посмотреть, что это за музеи. Мне рассказывают, что здесь есть какие-то музеи, которые выглядят как внутренности человека. То есть там, конкретно легкие, сердце. Прошу прощения, кишки. Ну и составлены на... Похожим образом. Составитель, по-моему, тоже... Тот же Кубеев. Да, Кубеев Михаил. Соответственно, она начинается с Ватиканских музеев. И пошла-поехала. Вот, например, уград Сокровища Тауэра. Что тут еще есть? Есть даже, слушай, музей Титаника. Я их сам в конце обнаружила. Музей денег. Делится он на множество музеев. Художественные, естественно, научные. Музейки, техники, вооружение. Прошу прощения, не обычные музеи. То есть, вот все. И последняя книга, которую я тебе покажу. Она была куплена не у тех мальчиков, о которых я вела речь. Она была куплена мной под влиянием канала Книжность. Очень так рассказывала, будто это автор Алексей Иванов. Это Семенова и Алексеев в одном лице. К сожалению, первая книжка не пришла. Первая часть. Не сможет так выразиться. А вот вторая золото пункта пришла. Ну, почитаем, посмотрим. Сейчас присмотрю еще раз ее видео. И убедюсь окончательно в том, что все-таки эти две книги... Вот первая часть. Я не упомянула. Река Пармы, по-моему. А, я не сказала. Первая часть называется Сердце Пармы. А вторая Золото Бунта. Ну, может, она просто говорила о двух наиболее впечатляющих в ее книгах. А вовсе они не являются двумя частями одной книги. В общем, я иду пересматривать ее видео. А тебе пока. И желаю, чтобы нужные тебе книги всегда попадались как будто по мановению волшебства. Пока.